Всем привет, это подкаст YouWebDesign, сегодня 5 января 2015 года, это наш первый подкаст в этом году. Привет всем, 15 года. Да, попробуем сейчас обозначить ключевые темы. Мы немножечко заглянем в завтрашний день, поговорим про веб-тренды 2015. Потом скажем про новый браузер от Microsoft. Я ждал, что ты скажешь новый браузер от IE почему-то, я прям, да. И поговорим про тренды в области JavaScript тоже на 2015 год, чего ждать, причем тоже с перспективы Microsoft, насколько я понимаю. Погнали. Открываем наш браузер и сразу рекламируем хостинг для Джимла 14 дней фри. TheNextWeb выложил статью, а точнее Эмбер Лейх Тернер. Я хочу ее большую. Будем, да? Будем. Скопировать адрес изображения, граватар, подправить сайз на... Смотрите у профессионала, как он это делает, потом тоже будете больших смотреть. Причем нам 120 вот раз предлагает, до этого 50 было, возможно он как-то это что-то узнал. 600, давай посмотрим. Вот такая написала статью, 10, чего там? Webdesign Trends for 2015. 10 элементов you can expect to see this year. Окей. В общем, нам тут говорят о том, что longer scrolling size будет. То есть лендинги, несмотря на то, что они и так уже дико популярны, будут теперь более длинными. То есть целые истории будут нам рассказывать. Ну, на самом деле, как антипаттерн лендингов, очень длинные уже были в 2014. Вот она предпочитает думать, что в 2015 будет еще больше. А почему тут вот на картиночке Apple? Потому что вот сама страница шестого айфончика, лендинг, она достаточно длинная. Все спецификации теперь на главную вывалены. Я не знаю, она ссылку приложила или нет. Конечно, не приложила. Мы посмотрим, проанализируем как-то, как это получается у них. Но вообще, да, я был. На самом деле, очень-очень длинная. Я вижу, да. Вот это тут как-то даже не успевает у них прогружаться за тем, как я скроллю. Hugely, powerful, enormously efficient. И там красота-то не флешевая, понимаешь? Неописуемая. Да. Ну вот, прям я уже даже вздремнуть захотел, как долго скролил. Я предпочитаю думать, что этот тренд, это все-таки антипаттерн, а не тренд. Ну. То есть, ну, нужно про что-то просто, наверное, гениальное. Ну, собственно, как шестой айфон, да? Рассказывать, чтобы лонг-скроллинг-сайт был прям удобен пользователю. Мне кажется, что лучше прям не в бровь, а в глаз, да? Или не в глаз, а в бровь, как правильно? Ну, да, не в бровь, а в глаз. Что типа прям вот лучше на паре экранах, вот точечно сказать, что лучший телефон. А дальше уже read more и куда-нибудь уже да. Особенно, если у тебя кнопка вот эта конверсионная, только в конце. Не вот как у них buy now сверху у Apple. А когда она у тебя только в конце, кто доскроллит-то дотуда? Ну, нет, Apple молодцы. Если бы они еще по законам лендингов через каждые 700 пикселей по вертикали ее повторяли, то я бы вообще блеванул. То накупили бы все айфоны. Как, собственно, и были. Видимо, они подделали перед нами как-то это все. Storytelling and interaction. То, о чем мы говорили. То есть теперь сайты, они как истории нам рассказывают. Неважно, как мы их влево, вправо, вверх, вниз скроллим или перелистываем слайдики. Нам теперь рассказывают красивые истории о продукте или о непосредственно самом сайте. Ну, наверное, это опять же для лендингов как-то справедливо. Если мы сейчас посмотрим пример, которым она говорит. Давай, я просто даже еще не понял. А что? То есть картинка меняется или нет? Не важно. Вот не меняется, как видишь. На самом деле... Или картинка меняется. То есть что-то... У тебя браузер должен меняться, по-моему. Ну, я не знаю, почему так получается. В общем, суть в том, что ты либо скроллишь, либо листаешь. Неважно. Короче говоря, тебя ведут. То есть на самом деле вот про iPhone 6 это тоже практически storytelling. Потому что мы неинтерактивно что-то делаем. Если я правильно помню, то лендинг у SnapSVG библиотеки, он тоже такой в виде истории. То есть ты скроллишь, и тебе там то крокодильчик что-то это сомкнет пасть. Вот так вот. То, вот то. И типа я могу вот это, я могу вот это. Вот такая вот у нас библиотека. Вот, кстати, вот такая длина, по-моему, достаточно приемлемая. Мне сейчас тоже понравилось. Ну, вот что-то подобное. Давай не так долго будем на них задерживаться. Ну, вообще. Absence of large header background images. Задолбали уже всех вот эти картиночки большие на стартовом экране, да, как у нас на сайте. Но, и здесь она, между прочим, говорит о том, что если вас задолбали, вы хотите выделиться, делайте типа наоборот. By doing the opposite. То есть или делайте супер здоровые заголовки, или как на рекламе нового Яндекс.Браузера Альфа видосы. Не только там, да? Ну, да, да. На самом деле, если говорить про видосы, лично от себя скажу, что они обычно так дерьмово имплементированы, что сразу все тормозит, разряжается ноутбук и вообще. Делайте как-то по-человечески, аккуратненько, без дополнительных скролл-евентов, там, не вешайте на это ничего. Пусть, если есть, то есть, и не Full HD, там, какой-нибудь... Я думаю, знаешь, только для какого-нибудь конкретного лендинг-страницы одной сделать видос, ну, вот, максимум, header, и все, и не больше. Ну, вот, да, потому что перенасыщать этим не стоит, а вот именно ее предложение использовать супер здоровые заголовки, по-моему, это прикольно. Это как-то ново, хотя, опять же, ну, это было, это у нас в газетах так всегда было. Ну, так возвращается все. Да, removing non-essential design elements in favor of simplicity. То есть упрощаем все, уменьшаем количество элементов, я за. Я даже не знаю, на чем остановиться, то есть, ну, аскетичность какая-то, и, как это, что все примерно одинаково. Стандартизация некоторая, вот, вот, да, типа того. Fix with centered site layout, по-моему, этот тренд уже не первый год. Ну, собственно, она здесь и пишет, что, а, нет, тут она пишет, что 1000% design element. Короче говоря, сайты с колоночкой посередине сфиксированы шириной. А открой, какой пример у нее там. То есть я вижу на скриншоте, ну, как ты... Ты хочешь опять опозорить браузер? Нет. Ой, блин. Ну, тут опять много всего. По-моему, тут несколько трендов сразу. Тут, да, он сразу и историю рассказал, в том числе с отзывами. Ну, вот, еще же у них у всех с контрастом что-то такая беда. Черная на сером как-то погано выглядит. Ну, в общем, вот она у него фиксированная ширина. Если мы поуменьшаем, то вот так у него в центре остается. Ну, не самый лучший пример того, как надо это делать, по-моему. Ну, да. Если я на свой любимый блог зайду, можно, да? Давай попробуем. Блог компании PicCrew из Канады, которые пишут прям очень дельные советы по жизни. И вообще они молодцы. Вот у них лучше это реализовано. То есть у них тоже это по центру, если я на супер уменьшу. Но у них вот так вот все достаточно аскетично. Сейчас на какой-нибудь отдельный пост зайду. То у них вон там картиночка расплывается. И вот так по центру. Вот это более лучший пример того, как надо делать вот этот вот дизайн, когда у тебя фиксированная ширина у колоночки, и она по центру. Professional High Quality Custom Photography. Всех задолбали уже стоковые фотографии. Надо использовать свои. Пусть даже они будут не... Да сейчас можно даже на шестерочку уже наснимать довольно-таки неплохих фотографий. Это интересно сейчас пример. Вот там, где не стоковое, а что-то мужики, вот эти болосы бородатые. Конечно, honest folks. Давай посмотрим, что это. Morse, workabout, checkbox, 100. Так, не охота к ним на сайт. Переходите опять, чтобы это смотреть. Но, я думаю, это они. Это их команда. Они вот такие обсуждают, что у нас лучший продукт. Пусть нас нанимают. В общем, да. Используйте собственные фотографии, даже если они беспонтовые. Их можно прикольно обставить, как-нибудь заблюрить, чтобы шум не было видно, что вы в темноте снимали на хреновую камеру. Ну. Layout, slide-out, app-like menus. По-моему, это уже анти-тренд. Несмотря на то, что ты говоришь, что тебе не нравится, да, насколько я понимаю, мне кажется, что уже подзадолбало. Это немного, я сейчас продемонстрирую. Меня это подзадолбало с момента, когда в фаундейшне вот этот off-canvas menu представили. Ну, я согласен. Мне кажется, что уже это не новый тренд. И какой-то он не совсем нативный. Если я вот зашел, у меня сразу сверху навигация. Я не знаю, может, я какой-то старик. Но мне кажется, это более привычно и интуитивно понятно. Hidden main menus, кстати. То есть менюшечки, которые по умолчанию скрыты. И да. Ну, здесь в комментариях я почитал, очень четко заметили, что зачем мне делать лишний один клик для того, чтобы, ну, просто пользоваться навигацией, если у меня там здоровый экран 20-дюймовый. Ну, и в самом деле зачем? Ну, да. Потому что это чисто, конечно, с дизайнерской точки зрения, это прикольно. Здесь вот два кругляшка уравновешивают друг друга, да? Там консистенции и все такое. Но, по-моему, вот можно было как-то и с традиционной шапкой обойтись. Хотя, конечно, приходится переходить. Если говорить об этом примере, то там-то не просто шапочка появляется. Там загрузочка еще. Ну, это, кстати, да, прикольно. Они еще что-то разной величины. Не понятно, зачем. Здесь вообще досвидос вываливается. Поэтому... Причем вот эти штуки настолько огромные, что я на дряблок не перейду никогда, скорее всего, от того, насколько меня конвертируют вот в посетители about. Угу. О, господи. Кстати, это по центру фиксированная ширина. Ну, все в трендах. Прям вообще. Молодцы. Они как будто знали, что... Будут в этой статье. Да. Вейлач тайпографи. Ну, и правда. Почему бы и нет? Угу. Наверное, это, кстати, стали использовать... Ну, точнее, это еще и в пользу того, что сейчас у всех большие ретины экраны. Все же iMac 4K Retina купили себе. Угу. И шрифты-то, они рендерятся браузером прям, ну, как SVG, то есть векторной. Поэтому они очень четко все выглядят. Да, они красиво прям выглядят, представляешь? Да. Вот поэтому сейчас это стало возможным использовать. Ну, хотя бы. А чем вот этот тренд, он же так же, как вот какой-то там второй или третий тренд, большие заголовки используете? Тот тренд просто откажитесь от бэкграунд имиджев. Угу. А конкретно здесь даже не столько заголовков, а большую типографику. То есть здесь я тебе скажу шрифт такого здорового размера, я думаю, пикселей 26. Давай посмотрим. 24 почти. Угу. Кстати, Proxima новая. Угу. То есть просто, что вообще все параграфы сделать здоровые, ну, вот, да. Ну, нет, это прикольно, да. Прикольно. Это, кстати, заставляет тебя уменьшить количество текста в целом, чтобы не было стена. И ты, соответственно, выделяешь самое главное, и, ну, это эффект Твиттера, когда у тебя есть только 140 символов, и тебе надо в это как-то уместить еще умную мысль. Или тупую. Ну да, да, это как бы... Достаточно информативность повышает, я бы сказал. Или понижает. Ну да, в зависимости от того, на каком сайте находимся. Performance and Speed. Ну, это такой тренд на все времена, конечно. Несмотря на то, что сейчас... Ну, тут она это пишет, что... Уже нету проблем со слоу-нетворк, что все провайдеры уже широкополосный интернет, даже, я не знаю, на Чукотке он есть. Не хочется сейчас соврать, но, надеюсь, есть. Я вот думаю по всем этим трендам. Вот у нас же есть Medium.com. Вот не то, что в плане рассмотреть сайт, а просто на секундочку зайдем, как они там соответствуют этому всему. Я вот уже сейчас и подзабыл. Они так все меняют главную, что... Это достаточно заготовленная, как будто... Кстати, они настолько сильно сменили главную, что я уже не ожидал. Да, да. Зайди на статью. Просто посмотрим, как статья, хотя бы она по трендам или нет. Картинки. Они по трендам вообще, не в теме они. По центру текста. Ну, я не сказал, что это самые гигантские в мире заголовки. Ну, да, по центру, но у них это вообще уже очень давно. Ну, да, да, согласен. Раньше у них главное больше соответствовал вот этим трендам, но... Сейчас что-то засорили, ладно. Не об них сейчас. Хрен на них. Короче говоря, пишите в комментариях, что лично вы еще ожидаете в 2015-м увидеть. Мне так кажется, что... Вот... Ничего интересного она тут не сказала, но я и не представляю, что еще интереснее можно увидеть. Но я голосую за то, что будет больше бэкграунд видео. Я прям вот, мне кажется, это... Понагружают. И больше материального дизайна будет везде. До всех дойдет наконец-то, что это новый тренд, и будут как-то его везде ссувать. Ну, давай, ладно. Мы раз про нагруженное, то значит, скорее всего, мы говорим о Microsoft Spartan. Ух ты. Мне... Мне вот... Как-то все задаю себе вопросом, почему раньше они не сменили уже... Уже давно. Еще в восьмерке не сменили на... Ну, название вообще у Internet Explorer. Хотя, может быть, сейчас действительно что-то новое делают. В общем говоря, в Windows 10 будет... Новый браузер от Microsoft Spartan, который будет идти вместе с Internet Explorer 12. Вот. И они полностью, я так понимаю, представят его вот 21 января 2015 года на вот этой конференции Microsoft. А, она именно посвящена Windows 10. Вот. Ну и, собственно, сказали, уже заявили, что не будут переходить на WebKit, не будут как Chrome, не будут как в Mozilla, а будут также продолжать свою линию вот этого вот загадочного там Chakra JavaScript и Trident. Ну, Chakra JavaScript, это у них в противовес гугловскому V8 engine и в Safari, как же он, Nitro называется, да, этот интерпретатор, ну, движок, правильнее буду сказать, и Trident, и хрендеринг-энджин тоже останется от E. То есть, они как-то хотят из E перерасти вот в что-то новое, такое прям, Spartan? Ну, я тебе так скажу, мне кажется, что вот E11 и E10 уже была их попытка сделать нормальный E, и несмотря на то, что он действительно был круче, от самого названия избавиться не удалось, и все равно разработчики достаточно скептически к нему относились. Ну, да. Хотя вот, я повторюсь, я достаточно честно его использую на Windows компьютере на своем и не вижу никаких проблем его там, я даже там бинт поисковиком пользуюсь, страшно сказать. И единственная вот проблема, которая лично меня расстроила, в E, это отсутствие вот этих API к десктопным нотификациям. Вот то, что в слайке используется, то, что это там не поддерживается, это говно. Вот это единственное вообще, что меня там расстроило. Я не пробовал под него как-то там все адаптировать, но вот все CSS3, вот все, все вот это работает. Причем, забегая чуть-чуть вперед, там и ECMAScript 6 уже частично работает в этой, в девелоперском ченнеле E11. Ну, то есть, они удовлетворили, в принципе, людей, которые сидят стандартно на Windows 8, купили себе Windows 8 на планшетах, поставили себе везде и спокойно там сидят с EA и не парятся. Да, так вот я говорю, вот у них была такая попытка, но широких масс разработчиков они не завлекли вот туда использовать, поэтому теперь они решили сделать конкретный ребрендинг, не просто рестайлинг. Чет. И сделали Spartan. Представь, ты выходишь такой с ноутбуком на конференции, а у тебя наклейка Internet Explorer, тебя сразу помидорами закидывают. А, тогда Spartan у тебя все хлопают. Не только хлопают, многозначительно там кивают, все, молодец. Но вот кишочки те же остались, как говорится. Кишочки те же, мы вот сейчас смотрим на The Verge статью, и тут очень смешно, тут как бы говорится немножко конференции, и в конце почему-то положен ролик, который совсем не про Spartan. Ну, давай просто как-то коротенько сейчас поскролем по ним. Звук отключу, да. Видимо, Verge просто ну что нашли, то нашли, и тут про новый как он? Band, Microsoft Band. Да, да, Microsoft Band. Браслет, будем говорить. Да, да, именно, не то, что часы, как Apple, как вы понимаете, что это, скорее всего, с этим гонка, с часами. А вот, вот часы. Ой, вот браслет. Просто, видишь, они, мне кажется, во-первых, тут ты представляешь, что Verge Video Archives, то есть, это не просто из архивчиков последнее, что у них про Microsoft. И суть в том, что, возможно, его тоже 21 числа немножечко анонсируют. Покажут. И, не дай бог, он еще и будет шипаться уже, там, знаешь, через недельку от момента этой, и они до хрена рынка Apple Watch'ов-то отъедят. А, не дай бог, дешевле будет. О, это вообще... Причем с шестым айфоном. Это самое смешное. Я смеялся, на самом деле. Я, правда, не знаю, какая приложка будет использоваться. Вряд ли она будет с нативным фитнесом вот этим работать. Health. Может быть, надо будет какую-то эмуляторскую ставить, бэнт, да. Вот так потом будешь в Нью-Йорке на улице хреначить. Ну да. Ну что, дальше про новости Microsoft, да? Я какой-то вывод хотел сделать, что типа... По спартану? Да. Сейчас они поймут, что те широкие круги разработчиков, которых они хотят зацепить этим всем, они теперь прочитают, что двиган тот же и тоже будут нос немного воротить. Им придется следующий браузер, какой-нибудь, я не знаю, Ахиллес делать вообще прям с нуля. Писать, ну если они действительно так хотят на массы ориентироваться. А как мне кажется, хотят, потому что вот следующая новость. Давай, ну-ка. Тренды JavaScript 2015. Простите, что с хабра, не нашел оригинал, хотя, может быть, плохо искал. 2015 нашей эры, это важно. 12 JavaScript трендс. Я причем только, я дочитал до середины статьи и немножечко заподозрил, что как будто бы это что-то про Microsoft. Потом понял, что это и есть блог компании Microsoft. Microsoft, да. Смешно получилось. В общем, давайте быстренько пробежимся. Но ECMAScript 6, естественно, и вовсе еще в этом, ну в этом году все про него уже говорили, там про Promises, про статическую типизацию, вот это все, что теперь супер-хайлот приложение можно будет удобно разрабатывать прям, да. И, ну, ожидают, что в 2015 году наконец-то этот стандарт примут и его начнут уже имплементировать всюду. Потому что сейчас, наверное, не начинает, потому что он меняется банально. Короче говоря, не будем сильно вникать, но вот, кроме шуток, статическая типизация самая важная, что они добавляют. То есть, как бы, кто привык писать супер-приложения на C-Sharp, на C++, там, с типами, с объектами, с классами, вот, можно. Особенно, ну, там пишут дальше, что WebGL, например, этого требовал. То есть, там, естественно, вся графика, вот эти вещи, они требуют разных вычислений для, как это сказать, натуральных, для чисел, короче говоря, без запятой, для чисел с запятой. А поскольку в JavaScript есть только один тип number, то приходится кучу лишних проверок писать. Типа, вот если это такой number, который вещественный, то вот такой алгоритм используют, если не вещественный, то такой. Ну, в общем, это небольшой такой геморрой для разработки каких-то крупных вещей на JavaScript. ECMAScript 6 призван как-то эту проблему решить. посмотрим. Ждут давно, может быть, в 15-м году его как бы и примут, конечно, утвердят, но в браузерах, наверное, не скоро будет появляться, о чем они, собственно, говорят. И о том же еще говорят, что в Internet Explorer Technical Preview уже можно пробовать. Это первое мое было подозрение, что что-то тут похоже на Microsoft. Не то, что сверху написано Microsoft на блоге. Да, да, это я как-то... А вот тут. типизированный JavaScript, ну, естественно, TypeScript это расширение над JavaScript, они давно его уже представили, что типа вот можно как раз классы описывать, констракторы там и так далее, ну, все как любим. Кстати, я вот даже и не знал, что Facebook и Google тоже свои штуки приготовили. Я вот про TypeScript много слышу, про эти ни разу, что вот есть... Как они называются? Flow и AdScript. Ну, вот на AdScript там даже ссылка на какой-то Google Doc презентацию ведет. Видимо, он тоже еще сильно в разработке. Ну, на Facebook там у них своя страница уже есть. В общем, да, компилятор тоже код открыт исходного TypeScript. Это super open source проект, который в итоге все равно компилируется в JavaScript. Ну, вот здесь видно, в какой, что в такой обычный, где прототипирование. поэтому чисто теоретически быстрее он работать не будет. то есть, когда нативные компиляторы уже начнут все это переводить в какой-то там байт-код и исполнять с учетом статической типизации, будет быстрее работать. А вот этот TypeScript, он только удобства для пользователя, представляет, быстрее работать не будет. Ждем. Ну, собственно, вот да. Чего ждать в 15-м? Рост адаптации TypeScript, развития альтернативных проектов, их взаимное обогащение. Вау. Я даже не знаю, обогащение чем, но, кстати, об этом мы сейчас чуть дальше скажем здесь. Ураном. К слову, да, об обогащении или плутонии. В общем, суть в том, что, да, TypeScript тоже Microsoft. Здесь я второй раз призадумался. Кросс-платформенность. Ну, понятно, что JavaScript сейчас вообще везде, там, уже на Windows можно официально на JavaScript нативные приложки писать, вот с этим, как там, WPF, да, WPF, и их, язык разметки замал, он скриптинг с JavaScript поддерживает, насколько я помню, из C-Sharp вот этих уроков, из Visual Studio. Да, тут вот разработка, что на Cardovo, вот на этой, так, на пришедших проект, множество крупных, не только Adobe, ну, вот PhoneGap я слышал, который в нативные приложения. Ты на нем пишешь приложение HTML, CSS, JavaScript, он компилируется типа в нативное. Ну, я так понимаю, все равно с какими-то костылями, прикольчиками, то есть это не заменит нормальное приложение, написанное на Objective-C или на... Swift? Да, не дай бог. Ну, не знаю, Swift еще тоже очень мало используют, потому что он тоже еще не production ready, он меняется, как мы уже знаем, из источников достоверных. Так что, да. То есть, получается, вся вот эта стадия, она, да, она перекликается с нашей, с нашей темой, которую мы говорили в прошлом подкасте про тренды 2015 года, что все будет на JavaScript, и Node.js рулит. Да, ну, тут про Node.js в самом конце, видимо, потому что он не майкрософтовский. Они, да. Они как-то его не очень, но да, ну, тут они пишут, что на Firefox OS, Chrome OS, можно все нативное на JavaScript писать, бла-бла-бла. Мы сейчас еще скажем наш вывод, ну, я свой скажу, ты тоже что-нибудь, ну, девайс API, понятно, какой смысл писать нативные приложения, если у тебя нет доступа к железу, все, да, Kinect for Windows, бла-бла-бла, борьба со сложностью, то, что супер фреймворки, мы об этом вот в тот раз говорили, что React, Angular, Ember, Backbone здесь даже уже не указали, видимо, вместе с CoffeeScript он загибается. Кстати, про CoffeeScript тоже не слово. Ну, видимо, его сами загибают специально. Ну, может быть, не знаю, но на самом деле Backbone, он от jQuery зависит, видимо, это их бесит. А CoffeeScript, ну, видимо, CoffeeScript не поспеет за ECMAScript 6 или что-то еще, я вот, признаться, не слежу к самому сферу. Там война, там что, тренды, чем ты трендовее, видимо, кодишь, тем лучше. А, да? Уже такие, да, у нас ценности в мире. Ну, собственно, это, да, все к нашему выводу прям сильно подтягивает нас. Веб-компоненты, ну, понятное дело, что с ними удобно, в них удобнее абстрактно HTML, какие-то HTML элементы энкапсулировать, наверное, как я тут, с этими русскими терминами сложно, но, в общем, внедрить. Ну, да, внедрить в виде каких-то модулей. Угу. Двигает Google через проект Polymer, мы об этом обо всем говорили, если не неделю назад, то когда-то говорили про веб-компоненты и React, там, он тоже это может. Пакеты и сборка, понятное дело, это все, это все понятно, что в Visual Studio теперь, кроме NPM, еще и Grand, и Gulp, и Bauer интегрированный, то есть Visual Studio это теперь не такой унылый, унылая IDE для тех, кто пишет на C Sharp и .NET какие-то большие приложения, но теперь на ней и легонькая, как-то что-то можно написать. Web. Ну, да, ну, .NET тоже Web, ну, ладно. В общем, какой-то фронт-энд тоже на нем можно разбавовать. Так что, да, графика особенно трехмерная, то, о чем я говорил, что WebGL сейчас популярность набирает, хотя, конечно, я вот на своем ощутил на своей шкуре, как это, да, выражение, что нужно все равно производительную видеокарту быть на ноутбуке со встроенным даже Intel Iris как-то это все погано. Чтобы смотреть нормальные анимации в ваших браузерах. Да, да, вот эти все движки 3GS, Bubble on GS, которые на WebGL работают, даже вон D3GS, которые тут о них говорят, ну, поднапрягаются у меня ноутбук, несмотря на то, что неплохой, но вот как-то да. Хотя, может быть, просто код дерьмово оптимизирован, то есть, может быть, это программисты кривые, а не технологии, но факт остается фактом. Ну, сейчас вот за этот год подрастет JS, и будешь открывать у себя на ноутбуке спокойненько все. Да, да, с тобой от флеша ушли, теперь другая неповоротливая хренатень пришла. Извините, игры, но игры, я еще, когда в свое время поступал там в магистратуру на геймдевелопмент, не поступил, да, но поступил, но ушел. Все мы писали на JavaScript, игры Unity, которые прям супер кроссплатформенная сейчас штука, уже очень много игр даже в App Store на Unity написано, кроссплатформенных и для Android и для App Store. Вот тут пишут, что он теперь поддерживает JavaScript, да, насколько я понимаю. Да, без дополнительных плагинов можно в браузер его внедрять. Ну, посмотрим, посмотрим. Я только рад буду, если что-то как-то, хотя, конечно, еще больше способов деньги из нас выколачивать появляется. Но, может быть, хотя бы не так это будет раздражать, как когда, знаешь, сейчас заходишь на STS, да, какой-нибудь сериал этот, онлайн, включить не себе, людям, другим. И там опять нужен флэш, опять все там кудрявое, причем он нужен не потому, что они не могут написать нативный HTML5 проиграть, а потому, что они тебе рекламу перед этим подсовывают, потом после этого рекламу подсовывают, заставляют тебя куда-то нажать, что-то сделать, в общем, теперь это будет нативно. То есть сейчас будет все греться, но зато папины дочки нормально пойдут? Да, скорее всего. Серверные технологии, ты о чем ты говорил. Ну, какой-то длинный пост, я прям не могу. А тут дальше сейчас комменты, мы уже дошли до том, что все, конец. То, что еще и аппаратные, железные аппаратные интерпретаторы JavaScript будут распаивать в какие-то вот куда-то. Ой, ну уже что-то все. В общем, прям все, супер тотал JavaScript. Мне кажется, что это не все компании решили в него идти, потому что он прогрессивный, а большое количество быдло-кодеров и просто людей, которым показался JavaScript несложным в освоении, ну на самом деле порог вхождения минимальный, он динамический, не строго типизированный, на нем очень легко написать какую-то свою штуку и просто все компании увидели в этом рынок и начали его окучивать. Вот и все. То есть это банально дележ рынка и ничего более. Ну вот если бы мы, наверное, посмотрели, назад чуть-чуть отмотали и посмотрели, как PHP развивался, PHP, то, наверное, там также было и железо уже под PHP делали серверные там и так далее. Ну, железо сейчас начали делать всякие эти виртуалочки, хип-хоп, виртуал машин, да, о чем мы говорили. Ну, да, да. В смысле, что очень много CMS всяких появилось для PHP именно в тот момент, когда появилась база людей, которые на нем программируют, если, ну, можно программировать и назвать то, что они делали. Вот. И им сразу кучу инструментов накинули на вентилятор, что, типа, вот, пользуйтесь и все, и рынок. Возникли крупные компании, да, типа WordPress, которые на этом нехило поднялись. Вот сейчас Google, Microsoft, кстати, видишь, на манеже это все те же. Вот они уже, Node.js у них уже в конце, CoffeeScript у них уже вообще нет, они только свои фреймворки уже и библиотеки нам пиарят и вот так они рынок и отъедают. Поначалу, видишь, чуть-чуть open-source все было, а сейчас вот такие гиганты пришли, наступили ногами, Kinect можно теперь на JavaScript скриптить, вот так. Да, достаточно уже монополия некая. Кстати, в OS X, начиная с YS 7, можно тоже скриптить на JavaScript прям операционку. И это, кстати, по-моему, это даже позор в основном, потому что это дикая дыра в безопасности. Теперь самый тупой дурак может написать какой-то шоу-месседж вывести. Да, ну, понятно, что ты не будешь это запускать и так далее, потому что у него подписи не будет вообще. Ну, в любом случае для домохозяек это прям alert. У них сразу все будет это. Я не имею в виду JavaScript alert, я имею в виду, что тревога, что... Это тоже смешно. Ну да, короче говоря, плохо, плохо. Ну давай, от такого, от монополии наоборот к open-source, это последняя у нас тема, получается, да? Сегодня мы выбрали сайт DuckDuckGo, это поисковая система open-source, то есть с открытым исходным кодом. Она правда open-source? То есть я могу прям с GitHub скачать и вообще и все могу потом с ней делать. А, подожди, а сделать homepage ты можешь? Сделать homepage могу. Вот, эта поисковая система отличается тем, что она конфиденциальна полностью, то есть она не хранит вообще никакие не наши запросы, не нашу историю, в отличие от других хороших поисковых систем. Даже настройки? Ну, настройки хранит, настройки хранит, но мы, мы это, да, но я скажу сразу, да, что вот тут, чтобы сохранить, не нужно заводить свой аккаунт. Bank account не надо привязывать, не надо карточку привязывать свою, да, можно просто вот там с помощью слова запомнить свои настройки, там, включать порнографию, не включать, показывать ее везде, не показывать, да, вот с помощью... Парольная фраза. Да, с парольной фразой, вот, и он будет все помнить. Значит, этот DuckDuckGo, он, почему мы его знаем, я думаю, все, кто его знает, знают в основном из-за того, что он в Торе, ходят через DuckDuckGo, ищут, потому что, ну, раз он, раз он, как бы, ничего не хранит, раз он хотя бы симпатичнее, чем старт-пейдж сраный. Ну да, да, кстати, он, он, симпатичный, вот это можно тоже сказать, к тому, что мы обозреваем сайт, с точки зрения, вот если фронт-эндщиков, то у них все сделано красиво достаточно, и у них везде, самое главное, что у них везде и логотип соблюдается, и в Твиттере, и везде все вот, как бы, стайл-гайд соблюден, вот это мне нравится. Супер-консистенси, да. Да, супер-консистенси. Темки можно менять. Темки менять можно, да. Проксима новая везде используется. Ну, давай, чтобы побольше об истории, давай как-то вот включим тур, да, и вот они, с 2007-го ребята работают, и вот они просто, почему, почему мы их еще смотрим, потому что они в 2014-м, потому что они стрелочками не сделали навигацию, придется сжать. Ну да, нажимай, да, потому что, ну вот тут просто как они развивались, они взяли, по-моему, Yahoo-поисковой движок вот этот и переделали его под себя просто. Что характерно, они только в 2009-м решили не собирать информацию, пойти в анонимность. Я думаю, опять же, они вот просто рынок решили оттапать. чтобы выделиться, да, потому что, потому что потом начались вот эти бумы с Google-ом, которые начали там все, всю информацию доставлять в службы, вот, и поэтому они сильно подросли, именно DuckDuckGo, сильно подросли, вот. Ну, тут просто пишут, что есть комьюнити, очень большое уже у них, как разработчиков, так и просто тех, кто сидит через Торы, как просто, просто людей, пользователей, которые боятся. Я пытаюсь просто найти, ты мне говорил о цифрах каких-то, конкретно, про тысячи миллионов, когда росли, да, люди эти. Ну, я, видишь, это читал там, на других источниках, на Вики там. Понятно. Ну, в общем, у них в тот момент, когда были скандалы с NBA, или как это? Да, с NBA, с баскетболистами. С NBA, у них прям до миллионов подросли. Вот, 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 видишь? То есть это в день. А, в день? Два миллиона в день? Searches per day, не людей, а поисков. Ну, я думаю, что это нормально. Молодцы, можно только порадоваться за пацанов, если они на самом деле все это соблюдают. Ну, хотя код открытый, исходный, поэтому, видимо, достаточно. То есть это вообще на самом деле получается смешно. Код открытый, а конфиденциальность соблюдается, казалось бы. Не, ну, они не будут pull request'ы никакие принимать, в которых ты у себя решишь что-то это хранить, и им кинешь. Типа, я у вас форкнул, дописал там супер код. Да, да, они проверят все. Для вас криптован опять же. Да, скорее всего. Ну, вот если говорить о имплементациях в браузере, то в Safari уже по умолчанию вы прям можно выбрать себе, как поисковичок. И вот в Firefox тоже есть. Ну, подожди, давай еще о красивости, про фронт-энд поговорим. Вот там вот шрифты менять, это вот все темки, это все. Это в настройках, понятное дело, что это такой поисковик-конструктор. Если вас не нравится, вам что Google просто уже оставил одни там белые, синие эти строки, черно-синие, здесь можно менять шрифты, размеры, каждый цвет, прям вот. Proxima no? Ну, да, понятно, Proxima. Они, причем, видишь, вот так предлагают. Я тут думал, можно самому что-то писать, не получится. Custom там есть, там есть Custom. Ну-ка, что это значит? Оп. А, вот можно писать. Ну-ка, лапа есть у нас с Google шрифтов? А, ну или, видимо, он есть только для... Ты сейв это сделай. А, надо сейв же, я думаю, как-то она отправляется. А ты узнаешь латок прям как... Я знаю, но я его только для заголовка результатов как-то пояс сменил. Сейчас я его везде сделаю. Я думал, будет тяжелой. Вот, живой, кстати. это не латок, это гильветик. У меня его нет на машине. А подключать с Google фонс, он его не подключает, поэтому проблема. Ну, неважно, господи. Ну, да. Если захочешь, сделаешь. Это же все-таки для тебя, а не для кого-то еще. То есть, сольешь латок и поставишь. Да. Латок. Ну вот я в метрике, кстати, у нас в Яндекс.Метрике, я смотрел, у нас заходили на сайт с DuckDuckGo. Я уж не знаю, это ребята с Тора или просто прикалываются, или просто нравятся. Нет, возможно, есть люди, которые думают, что они просто, если будут так с DuckDuckGo сидеть, то все будет хорошо. Возможно, у них все хорошо даже. Ну... Но не из-за этого. Да, возможно, потому что надо все равно немного поколдовать, чтобы без Тора тоже все было конфиденциально. И то, скорее всего, не доколдуете. Это, знаешь, это к тому, понимать про то, как настроить себе на банке Тор полностью, на майке хотя бы. Мне почему-то кажется, что нас... Это... За такие обзоры. Ну нет, вряд ли это, я шучу, конечно. Вот этот Тор, который мы видим, что они переделали дизайн, вот сейчас можно смотреть всякие там места на карте. Да, в зависимости от того... Изображения. Они релевантность запроса проверяют, и в зависимости от того, что именно ты типа искал, если слово images написал, будут images показывать, ну и так далее. Ну мы сейчас посмотрим на живых примерах в конце чуть-чуть. Скатимся. Instant answers for every situation. Ну то есть, то, что тебе пишешь, тебе автоматически начинает уже подгружаться, но это круто. Ну да. Мы правда к этому привыкли уже, но тем не менее. Оказывается, это работа. Труд. Да. Experience можно менять теперь в этот регион на ходу. То есть, я так понимаю, в гугле... Ну там можно будет какой-то get-запрос, да, отправить. Типа, в Яндексе точно можно было. То есть, там можно будет что-то дописать и типа из Белоруссии искать, а не из России, например. Ну вот тут просто можно выбрать. Мы сейчас будем искать и увидим. Ну давай. Ну да. В общем, они молодцы, у них прикольно это сделано. Это еще в мае в бета-версию вошло или вышло. Да нет, в мае еще только бета была, а вот дизайн-то что-то я вот не нашел. Ну, мы выкатили в какой-то момент и молодцы. Это прям красиво. Особенно вот этот Search. На Code Drops что-то подобное предлагали нам. Я не помню конкретно это решение. Ну хотя, наверное, они адаптировали чуть под себя, что им стоит. Ну-ка, почему, подожди, почему у них футери Daft Punk SoundCloud? Хотят. Ну просто, возможно, это, видишь, or try one of these. Это, что они нам советуют поискать. Типа, ну подожди, а если мы обновим, будет Daft Punk SoundCloud? Да, будет. Ну. Реклама. Можешь искать в этом какие-то штуки, но вот здесь прям сразу треки. а что, реально можно послушать сразу? Я не знаю. Не, но идет, не знаю через что. Куда идет, но куда-то идет, да? А, больше на SoundCloud. Значит, это с Клауда все-таки стримится. Слушай, прикольно. Че-то... Есть рекламки даже чуть-чуть. Да, рекламка я видел. Че, давай поищем пацанов. Нас? Допустим. К слову, а нас, он хочет нам показывать вообще все. То есть, мы сейчас еще не выбрали, что мы в России, поэтому мы только на третьем месте после всякого непонятного. Ну, тут наш Twitter и наш ВК, он, насколько я помню, вообще где-то внизах. Прям вот... Вот... Не любит наш? Вот он. То есть, как-то... Я привык видеть это чуть по-другому, наверное, вот как-то так. То есть, здесь вот это, то-то-то, Если из России искать, то нас подсовывают. Ну, ты понимаешь, in partnership with Yandex, я думаю, это примерно такие же результаты, как в Yandex. Возможно, выдача просто Яндекса... В Yandex очень долго выключать, типа, что не запоминай меня, а тут, наверное, все-таки не запоминают меня. Хотя, кто знает. Ну, вот тут сразу видосы. То есть, они понимают, что UwebDesign наследили в интернетах с видосами. Кстати, смотрите другие наши видео на канале. И вот, да, ну, в изображениях вряд ли там что-то есть. Хотя, наследили тоже. Ну, тут тоже чуть-чуть мы, да, alt прописали. Вот этот grid, это вот так вот, только видео ставить. Короче говоря, поисковик красивый. Кстати, о навигации, которая скрыта в hamburger icon. Да, да, так и hamburger и появляется справа. А еще, знаешь что? Мы же хотели UwebDesign подкаст попробовать искать. И потом у тебя в iTunes еще. Там просто у нас, оказывается, подкасты у нас есть на iTunes. Мы их выкладываем. правда? И там, оказывается, можно отзывы оставлять. И некоторые люди оставляют, и такие отзывы, что мама не горит. Да, вот есть iTunes подкаст, UwebDesign, все, причем здесь все еще старый заголовочек. Ну-ка, сейчас, иди, давай. Мы знаем, что у нас сейчас мысли о веб-разработке и IT. Вау. Вот, 21 оценка, да, и кроме того, что я не буду жать в Uwe на iTunes, потому что у меня уже и так оно где-то там. А мы в топах. Мы на Глагне сейчас с новым и интересным по всем подкастам. В видео мы прямо где-то вообще на первом месте. Вот. И один из отзывов нам здесь пишет некто Васюня. Какие-то зазнавшиеся экспертики, которые якобы знают, что должно быть популярно, что нет, удивляются очевидным тенденциям. Очень неприятно слушать. Почему две звезды, если очень неприятно слушать, я не знаю. Ну, как бы чуть-чуть. Еще приятно, видимо, да? Я, мне отзыв был полезен, я честно скажу, поэтому отвечу, что да. Ну, раз полезен, тогда надо загругляться, неприятно же слушать. Ну, нет, подожди, мы посмотрим, что Васюня обычно пишет. Нет варианта оплатить картой курьеру, очень неудобно искать наличные, постоянно меняется меню в процессе заказа, еда и доставка на 5, поражение на 2. Нет, ну смотри, у него есть одна звезда, то есть мы еще на 2 работаем. Да, LiveJournal вообще провинился, прям по полной, еще в 2013. Согласен. BadConnection Everytime From Everywhere. Почему две звезды, если как бы типа поиграть нельзя, непонятно. Самое главное это вот здесь, училась на права по этой игре, спасибо. В 2012 году Васюня еще была она, но мне понравилось чуваку, что экспертики сидят, поэтому, что, бог ему, судьба, у нас это Клин. Да. Лирикс. Поэтому подписывайтесь везде, слушайте нас в iTunes, как обычно, все. Ставьте лайки, пишите комментарии, что думаете, я думаю, уже в этот четверг будет видеообзор. плотно так в первый подкаст жахнули. Ну, я не знаю, кстати, сколько получилось, но да, надо закругляться. Всем пока. Пока.